Отменить тарифы за коммунальные платежи. Эту меру с начала режима чрезвычайной ситуации бурно обсуждают в соцсетях. А действительно, можно ли снизить тарифы в такой сложный для людей период? Галина Сладовник решила это выяснить. Влад в Энерго говорят, что тем, кто попал в ситуацию, готовы пойти навстречу. Но снижать или отменять тарифы на электричество не планируется, говорят в Министерстве экономики, которому подчиняется Латв Энерго. Правительство и Министерство экономики тщательно работали над тем, чтобы снизить счета за электричество, как уменьшая выплаты компоненты обязательной закупки, так и снижая тарифы распределителя. В данный момент других новых мероприятий нет. От введения чрезвычайной ситуации финансово пострадали не все отрасли и не все жители Латвии. Поэтому снижение тарифа для всех нецелесообразно, говорят в комиссии по регулированию общественных услуг. Тем более, что правительство разработало другие способы поддержки. Например, пособие по простою. А снизить счета за электричество можно самостоятельно. Сейчас хорошая возможность для домохозяйств самим снизить свои счета за электричество, выбрав цену, которая привязана к бирже. Оптовая цена на биржах сейчас очень низкая. Например, цена универсальной услуги, которая больше всего используется в домохозяйствах и от которой можно отказаться в два раза выше биржевой. Не штрафовать и не отключать тепло и воду во время чрезвычайной ситуации решили предприятия Ригас Силтумс и Ригас Уденс. От штрафных санкций отказался и Ригас Наму Парвалдникс. Мы сейчас работаем над тем, чтобы уменьшить тариф. Это будет, наверное, небольшое уменьшение. Это надо согласовать с регулятором. Но, во всяком случае, об этом как, когда это вступит в силу, наверное, чуть рановато говорить. И, наверное, в ближайшую неделю мы сможем сказать, как и что мы предпримем, какие меры в этом отношении. А вот тариф на тепло с 1 апреля уже снизился на 7,4 процента, говорят в Ригас Силтумс. Но отменить плату совсем невозможно. Большая часть тарифа тепловой энергии связана с нашими выплатами за то, чем мы топим. Нам надо рассчитаться за газ, за щепу, за все затраты на производство. Надо рассчитаться с поставщиками. Поставщики услуг призывают по возможности оплачивать счета, а не накапливать долг. Штрафных процентов не будет, но оплатить полученные услуги все равно придется.